Микрорайон относительно новый, а вот проблемы уже можно назвать старыми. Например, этой с душком больше 10 лет. Канализационно-насосная станция в частной собственности работает кое-как. Владелец на жалобы не реагирует. Единственная возможность выйти из положения, объект выкупить. Но и этого будет недостаточно. В этом же районе дома номер 9 на улице Гвардейска есть проблемы еще и с ливневой канализацией. С нагрузкой система не справляется. Торговый объект есть, а разрешения на него нет. Проверку стихий он тоже не прошел. Зимой под тяжестью снега обвалилась крыша. Администрация округа подала в суд. На заседании, которое прошло буквально на днях, была назначена экспертиза. Они будут проверять на предмет капитальный, они не капитальные, документов земельного участка соответствия и так далее. Соответственно, уже после экспертизы будут принимать решение, что с ними происходит. Собственник на контакт, там женщина, она на контакт не выходит ни под каким предлогом. Подъезды не убираются, цветы не высаживаются, стеклянные фасады не моются. Вопросов у местных жителей к управляющей компании много. А вот ответов мало. Руководство контактным не назовешь, сетуют активисты. Хотя вопрос с озеленением все же обещали решить. Вы нам срок какой-то дадите, когда все сделано? Срок дадим, конечно. Мы уже счет выставили на проплату. Ждем поставку. Неделя-две. Отдельно участники инспекции остановились на состоянии дороги на Триумфальной улице. Пока она не в собственности муниципалитета. Но до конца года округ должен взять ее на свой баланс. На ремонт потребуется около 21 миллиона рублей. Это не только замена покрытия и обустройство ливневок, но и создание дополнительных съездов, чтобы для разворота автомобилистам не нужно было объезжать весь микрорайон. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.